Бабушка была в высшей степени снисходительна к моим пророкам. А почему бы не поставить историю про кота на сцене театра кукол? Такая идея в свое время возникла у Александра Борока, и ее он воплотил в жизнь уже в нашем театре. Философствующий кот по замыслу режиссера проживает 9 жизней, от рождения до глубокой старости. Воплощают их на сцене 9 мужчин-актеров. Именно столько и оказалось в театре. Актеры являются некими душами этого кота, рассказывая историю Савелия, очень похожую на жизнь обычного человека. Его мысли, его домыслы, его поступки, его любовь, опять же, это все-все-все вошло, естественно, в наш стектакль. Любовной темы здесь тоже достаточно. Любимую белую кошечку Савелия играют в разных жизнях разные актрисы театра кукол. Мне нравится это произведение тем, что оно очень насыщено жизнью. Оно очень простое и насыщенное. То есть там есть все. И любовь, и политика, и личные переживания. И, в общем, весь вот этот клубок, который человек переживает за всю свою жизнь. А еще спектакль интересен миксом разнообразного видео и музыкального материала. Видеографика известного московского видеохудожника Юлии Михеевой. Над музыкой работал тоже москвич, композитор Андрей Занога. Нужно было все это соединить вместе. Нужно было, во-первых, соединить музыку с видеоанимацией, с живым актером и еще с куклами, которые находятся на фоне этой анимации. То есть там получается, он такой сложно многослойный спектакль, многослойно-технический в этом смысле. Постановка наполнена разного рода эмоциями. Именно их и хотел получить от зрителя режиссер. Судя по всему, удалось. Первые зрители, котом-философом и его жизнями вдохновились до слез. Настолько классно они переходили из одного этапа жизни, из одного настроения периода. И голосами это сопровождали. Круто. На самом деле очень понравилось. И это стильно, и прям вот вкусно. Я буду рекомендовать всем своим. Двухчасовой рассказ о жизни кота в театре «Кукол. Сказка» уже совсем скоро. Премьера 16 сентября. Напомню, что спектакль с участием голых манекенов и философскими мыслями Савеля только для взрослых. Татьяна Голубева, Ольга Иванова, Дмитрий Денисов. День с толком.